Борьба северо-западной Руси против экспансии с запада. Княж же, выйдя из церкви, осушил слезы и начал ободрять дружину свою, говоря, «Не в силе Бог, но в правде. Вспомним песнотворца. Мы же имя Господа Бога нашего призовем. Они, поверженные, пали. Мы же устояли и стоим прямо». Житие Александра Невского. Духовно-рыцарские ордены в Прибалтике. В то время, когда монгольские ханы покоряли северо-восточную и южную Русь, жители Новгородской и Псковской земель столкнулись с иным врагом, пришедшим с запада. Юго-восточная Прибалтика издавна привлекала внимание соседей, поскольку именно через этот регион проходили основные торговые пути, соединявшие скандинавские и русские, соединявшие страны Европы с Востоком. У местного населения скандинавские и русские купцы закупали продукты рыболовства, охоты и бортничества. Особым спросом пользовались янтарь и арабы. Возили же в Прибалтийские страны товары первой необходимости. Прежде всего соль, оружие, ювелирные изделия, дорогие ткани и предметы роскоши для местной знати. Большинство племен Юго-Восточной Прибалтики, за исключением пруссов, входило в сферу политического влияния Древней Руси. Ситуация начала меняться в 60-х годах XII века, когда Восточная Прибалтика привлекла к себе внимание немецких, датских и шведских феодалов. Поскольку местное население исповедовало язычество, установление контроля над этими землями проходило под лозунгом приобщения обитавших здесь племен к христианству. Сначала часть жителей крестили, а затем Папа Римский брал под свое покровительство новую христианскую общину с помощью рыцарей-крестоносцев. Они высаживали на побережье Прибалтики десант, строили крепость, которая становилась форпостом католических миссионеров и облагали данью местных жителей. В 1200 году немецкие крестоносцы и купцы на 23 кораблях высадились в устье Западной Двины и на следующий год заложили крепость Ригу. Одновременно был основан военно-монашеский орден рыцарей-меченосцев. В его задачи входили защита новых завоеваний, а также контроль над морской торговлей в Прибалтике. Жители захваченных земель должны были выплачивать ордену дань и частовать в военных походах рыцарей. Вскоре в Прибалтике обосновались и рыцари немецкого Тевтонского ордена. Их пригласил польский князь Конрад Мазовецкий, который не мог самостоятельно противостоять набегам литовского племени пруссов. Папа Римский и германский император пожаловали Тевтонским рыцарям все прибалтийские земли, которые те отвоюют у язычников. В 1236 году меченосцы потерпели сокрушительное поражение под шавлями Шауляем в битве с войском великого литовского князя Миндовка. 48 орденских братьев во главе с магистром были уничтожены. Чтобы не потерять захваченные в Прибалтике земли, ордену меченосцев пришлось объединиться с Тевтонским орденом. Объединенный орден принято называть Ливонским. Русь и орден Продвижение ордена на восток привело к столкновениям рыцарей с жителями северо-западных древнерусских городов. В середине XI века первой половины XII века народы, населявшие район Западной Двины, платили дань Полоцку. К концу 30-х годов XIII века немецким рыцарям удалось полностью подчинить их и закрепиться на границе коренных русских земель. Затем началось наступление на земли эстов и Латгалов, подвластных Новгороду. В 1234 году Южная Эстония была полностью захвачена орденом. Новгород отказался от всех прав на Прибалтийские земли. Впрочем, русские князья не мирились с потерей Прибалтийских территорий. Князь Ярослав Всеволодович 1206-1227 организовал несколько походов на земли ордена. В ответ крестоносцы совершили ряд набегов на Псков. В 1228 году Ярослав попытался организовать очередной поход на орден. Однако жители Пскова помнили предыдущие набеги на владение ордена, которые неизменно заканчивались ответными походами крестоносцев на город и прилегающие к нему земли. Стремясь обезопасить свои владения, Псков заключил договор о взаимопомощи с Ригой. Орден брал город под свою защиту, а Псковичи теперь должны были участвовать в походах крестоносцев. Это заставило новгородцев с оружием в руках защищать свои интересы. А на 1234 году Ярослав Всеволодович вместе с новгородцами одержал победу над крестоносцами на реке Эмауиге. Серьезную угрозу новгородским владениям представляли также шведские и датские рыцари, совершавшие набеги на южной побережье Прибалтики. Наступление ордена на северо-западную Русь. Князь Александр Невский. Самый прославленный защитник новгородских земель – князь Александр Ярославович. Князь Александр Ярославич на 1252-1263 годы, позже получивший прозвище Невский. Считается, что основанием для этого послужила победа молодого князя Александру Ярославичу. Было всего 18 лет над шведскими рыцарями, высадившимися 15 июля 1240 года на берегу Невы, в Устье и Жоры. Однако подлинную славу Александру принесла победа, одержанная над ливонскими рыцарями в сражении на Чудском озере. Весной 1242 года князь изгнал двух немецких фоктов, управляющих, сидевших в Пскове по договору с орденом. Затем он освободил ряд приграничных русских крепостей, захваченных крестоносцами, и вторгся в земли эстов, плативших дань Риге. Рыцари разбили передовой отряд Александра и оттеснили его на лед Чудского озера. Здесь 5 апреля, а на 1242 года разыгралось одно из крупнейших сражений в борьбе за земли Восточной Прибалтики. Александр одержал победу над крестоносцами. В бою пали 20 рыцарей ордена, еще шестеро были взяты в плен. Это сражение называют ледовым побоищем. Оно положило предел наступлению ордена на новгородские земли. Однако опасность агрессии крестоносцев еще оставалась. Роковорская битва В 1268 году новгородцы вместе с палачанами и смолянами предприняли поход на датских феодалов, обосновавшихся в Эстонии. Возглавил поход Переяславский князь Дмитрий Александрович 1263-1294 годы. Походу пришедствовало соглашение новгородского правительства с орденом, обещавшим не помогать датчанам. Однако крестоносцы нарушили договор и неожиданно напали на русских. У города Роковора 18 февраля «Бысть страшно побоище, яко не видали ни отти, ни деди», — говорит летописец. Обе стороны понесли большие потери. На следующий день русские войска полностью разбили врага. После победы псковский отряд князя Давмонта, который командовал в Роковорском сражении полком правой руки, совершил набег на немецкие владения. Итогом Роковорской битвы стало заключение в 1270 году договора между Новгородом и Ливонией, положившего конец крестовым походам против северо-западной Руси. Военные столкновения на русско-ливонской границе продолжались, но крестоносцы уже не пытались распространить на Русь власть католической церкви.